Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, и в этом видео я вам предлагаю совместить сразу несколько форматов. Во-первых, мы поговорим о пустых баночках, а во-вторых, будет небольшое расхламление косметики. На самом деле даже не небольшое, а очень даже большое. Все дело в том, что недавно я хорошенько так прошлась по своей коллекции косметики и убрала очень много позиций. Потом я вспомнила, что вообще-то я бьюти-блогер, и хорошо бы мне снимать расхламление вместе с вами, но убирать обратно косметику в свои ящики и потом снимать, делать, и мне как-то казалось каким-то глупым. Поэтому сегодня я вам покажу уже сразу то, что убрала, расскажу, почему убрала, и также покажу пустые баночки из ухода. Так что, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной и поехали. Во-первых, убираю вот такие тональные основы. По большей части убираю их все, потому что они уже не очень свежие. К сожалению, если много косметики, то добить что-то до конца задача сложная. Даже когда у меня был всего один тональный крем, это были еще очень старые давние времена, это была школа или же первые курсы института, даже тогда на один тон у меня уходило очень много времени, при условии, что наносила я гораздо большее количество, чем сейчас. Так, во-первых, убираю крем, CC-крем от бренда Stellar. Не пользовалась я им по большей части потому, что кожа у меня была проблемная, и из-за того, что этот CC-крем безумно легкой пигментации, мне просто-напросто не хватало покрытия от этого средства. Поэтому оно у меня так и не успело закончиться и испортилось раньше времени. Две тональные основы Shaka Shaka от Vivienne Sabo я вам уже много раз показывала. Когда я их только открыла, они мне очень нравились, у них легкая текстура в водичке, легкая пигментация, но, к сожалению, они долго не живут. Сейчас я ими уже не могу пользоваться, потому что они испортились и лежат на коже совершенно не так, как лежали раньше. На тон от Everine Wonder Match у меня был отдельный обзор. Тон очень даже неплохой, но, к сожалению, у него спирт в составе, и так как у меня было достаточно много других тональных основ, которые мне нравились гораздо больше, этому тону я не уделяла много внимания, и потому он тоже у меня не успел закончиться, а стух. Знаменитые 8 пептидов от бренда Enough. Много раз я пела о любви этому тональному крему. Он все еще мне нравится, он классный, но, как видите, здесь огромный просто объем. Это 100 граммов. Конечно, допользовать это дело до конца, до истечения срока годности, задача прям сложная. И последние две тональные основы, от которых избавляюсь, это Estee Lauder Futurist и это Charlotte Tilbury Beautiful Skin. На Estee Lauder Futurist я много раз вам жаловалась, то что он расслаивается, он очень плохо выглядит. Первое время, когда я его приобрела, я его активно использовала, мне все нравилось, но буквально, может быть, полгода спустя формула начала расслаиваться, и как-то его не тряси перед использованием, все равно он расслаивается на коже, он после вот этого всего выглядит хуже, и, соответственно, я просто не вижу смысла его на себя мазать. Кожа и так проблемная, и усугублять это дело подобным тоном я бы точно не хотела. Поэтому я уже давно его отложила на выброс, и вот сейчас, наконец-то, мы его выкинем. Ну, а Beautiful Skin от Charlotte мне просто не нравится, как на мне лежит. У меня вот там вот стоят другие тональные основы, и они лежат гораздо лучше. Не вижу смысла пользоваться этим тоном, когда у меня есть другие, которые мне нравятся. Также избавляюсь вот от этой эссенции с пробиотиками от бренда Neogen. Здесь SPF 50, это очень хороший SPF. Я использовала это средство в основном в летний период, оно мне нравилось как SPF. В принципе, вещь неплохая, но уж очень жирная, маслянистая текстура, которая меня, честно говоря, немного подбешивала. Есть много разных SPF, которые ощущаются гораздо приятнее, что после этого средства порой бывал такой жирный блинчик, не очень приятное ощущение на лице, и поэтому, к сожалению, не смогла допользовать это средство до конца. Далее выкидываю три консилера. Вот такой консилер от NABLA вообще ничего интересного из себя не представляет, совершенно не советую этот консилер. Я его добила до конца, вот потому и выкидываю. Следующий консилер это AVREN Magical Perfection. Его я вам показывала, ну, наверное, миллион раз. Он классный, он мне нравился. Он лежит под глазами тоненько, он совершенно не закатывается в какие-то морщины, он не сушит кожу. Он у меня уже очень давно, я его практически до конца использовала и вот наконец-то выкинула, потому что он уже очень старенький. А вот консилер от бренда Rose Ink, он до конца не закончен. Он, к сожалению, оказался из тех, кто долго не лежит. Он у меня уже находится, ну, наверное, где-то год, и он начал расслаиваться. И вот здесь вот, я даже не буду открывать показывать, он весь вылазит из своей упаковки. Ограничитель совершенно не работает, при этом вылазит и пигмент, и какое-то масло, которое образовалось после расслоения. В общем, этим просто-напросто сейчас неприятно пользоваться, поэтому я его выкидываю. Теперь давайте пройдемся по тушам. И вот это все, это то, что я выкинула за последний период. Их очень много, но на самом деле большая часть из них закончились, и сейчас я вам все подробненько покажу. Первая тушь – это вот такая супер старая миниатюрка от бренда Charlotte Tilbury в коричневом оттенке. Я ее добила до конца, она мне как-то попалась, по-моему, еще на Культ Бьюти в Гуди Бэк, или же просто мне ее прислали в подарок. В общем, не помню, где она мне попалась. Но мне тушь понравилась, эффект классный, щеточка классная, в общем, никаких нареканий к ней нет. И, естественно, такой объем я прикончила достаточно быстро. Следующая тушь – это Honest Beauty. С одной стороны у нее находится вот такая вот сыворотка, она же база, праймер под тушь, называйте как хотите. С другой стороны, собственно, сама тушь. Неплохая была тушь, но она тоже очень такая недолгожительная, мягко скажем, очень быстро она начинает подсыхать. Эффект мне, в общем-то, нравился, мне нравится эффект туши после нанесения определенной базы. Этот эффект прям сильно на любителя, но мне зашло. Во второй раз точно не куплю, потому что тушь быстро сохнет, эффект дает, ну, такой простенький. В общем, не стоит она того, чтобы ее второй раз приобретать. Избавляюсь также от туши Дом Природы и Бьюти Минералс. Мне эта тушь попалась совсем недавно в новогоднем бьюти-боксе. Это тушь коричневого цвета. И я ее выбрасываю, потому что она вообще не какущая. Я уже говорила, что когда она мне приехала в этом боксе, она не совсем правильно была закрыта. Не знаю, это так с завода она вышла или что с ней случилось. Но у нее неправильно стоял ограничитель. Вот этот он был не до конца вставлен. Возможно, из-за этого сама тушь высохла. И из-за этого она мне не нравится. Но в любом случае сейчас это просто гуано, а не тушь, мягко говоря. И буквально один раз, навкрасив ей глаза, я поняла, что держать это у себя в коллекции я точно не буду. Следующая тушь, это тушь от бренда Chic. Ее я почти добила до конца. Ее я одно время очень сильно хвалила, потому что она смывается теплой водой. Она и подкручивает, она и удлиняет, и придает объем. И очень красивый и классный от нее эффект. Но я от нее избавляюсь, потому что она спустя несколько месяцев начала мне раздражать глаза. И, судя по всему, раздражает глаза она не только мне. И поэтому больше я ее советовать точно не буду. У меня есть второй тюбик этой туши. Мне его как-то присылали в подарок за покупку. И я даже не знаю, буду ли я ее открывать. Возможно, я ее кому-то подарю. Потому что у меня на нее точно идет раздражение. Дальше покажу две вот эти туши. Это Femme Fatale от Vivienne Sabo и XXL от Luxe Visage. Обе туши добила до конца. Хорошие, в принципе. Luxe Visage XXL хорошая. Она мне нравится гораздо больше. Vivienne Sabo мне нравится гораздо меньше. Особенно, когда она новая. Когда она новая, это вообще какая-то фигня, а не тушь. Но когда она чуть-чуть подсохнет, она работает гораздо лучше. Но советовать эту тушь все-таки я вам не стану. В отличие от Luxe Visage. Вот Luxe Visage можно советовать со спокойной совестью. Она точно хорошая. И все остальные туши. По-моему, они не все до конца добиты. Но я их выбрасываю просто потому, что они уже достаточно старенькие и лежат у меня в коллекции давно. А далее выбрасываю четыре подводки. Выбрасываю их уже по старости. Во-первых, это три подводки от бренда Physicians Formula. Две черные и одна коричневая. Очень их любила. Они прям долго жили, долго рисовали, не пересыхали. Но спустя, конечно, достаточно большой период времени. И их жизнь тоже подошла к концу. И также выбрасываю вот такую подводку от Kat Von D. Еще когда бренд был Kat Von D. Tattoo Liner она называется. Тоже она очень долго жила, очень долго рисовала. Но и ее срок тоже подошел к концу. И еще одно средство для глаз выбрасываю. Это вот такой вот карандаш от бренда Maybelline. Называется он Tattoo Liner. У меня это оттенок Bold Brown. Этот карандаш я одно время любила. Он мне нравился. Но, к сожалению, буквально спустя, по-моему, год он все-таки подсох. У меня большинство карандашей как-то живут подольше, не так быстро сохнут. Поэтому второй раз приобретать его я точно не стану. А, и совсем забыла еще про одну вещь для глаз, которую также выбрасываю. Незаконченный. Это база от бренда Wet n Wild Photo Focus. Она одно время мне прям нравилась. Потому что она бюджетная, на нее хорошо тени ложились, не скатывались. И в целом я ее даже вам советовала. Но, к сожалению, я выбрасываю почти полный тюбик. Потому что спустя несколько месяцев использования, месяцев, даже не полгода, она у меня начала расслаиваться. И так, в общем-то, она в порядок и не пришла. Я, конечно же, пробовала ее трясти, там какие-то танцы с бубнами проводить. Но она продолжала расслаиваться. И, конечно же, я выбрала здоровье своих глаз, а не этот праймер. И поэтому его тоже уже убрала в пакетик для отходов. Также выбрасываю вот такую однушку от бренда Natasha Denona в оттенке Infra Nude. Это был очень красивый оттенок, мультихромный, коричневый. Там был оттенок немного какой-то розовато-оранжевый и немножечко зеленого. Вот видно даже в тюбике перелив. Очень красивая была однушка, но она закончилась. Я ее использовала до конца. Больше там ничего набрать нельзя. И со спокойной душой я ее выбрасываю. Дальше выбрасываю три декоративных средства для губ. Во-первых, это мое любимейшее когда-то средство Clorance Instant Light. Оттенок у меня 0,6. Это очень красивый блеск для губ. Такой карамельного оттенка с практически незаметными золотыми блестками. Очень приятный, классный, я его обожала. Выкидываю, потому что он уже очень старенький и уже небезопасно его наносить на губы. Не знаю, сколько его внутри осталось. Предполагаю, что немного, потому что использовала я его в свое время очень активно и очень часто. Выкидываю вот эту вот совершенно практически новую вещь. Это масло от бренда Influence. Я уже говорила, что это масло мне совершенно не нравится. Оно не несет никаких ухаживающих свойств для губ. И больше того, как мне кажется, губы от него наоборот сохнут. Они увлажняются и напитываются. А потому держать это средство я у себя смысла не вижу. Разве что только как красивую упаковочку. Но зачем мне нужна эта красивая упаковка, если внутри совершенно бездарный продукт. Ну и последнее, от чего избавляюсь, это вот такой вот блеск от Tior в оттенке 01. Он уже очень старенький, поэтому я от него и избавляюсь. Сколько его тут осталось? Ну вот, не очень много. Когда-то я им активно пользовалась, он хороший. Но, как видите, с таким количеством косметики добить что-то до конца задача реально сложная. И последняя декоративная вещь, от которой я буду избавляться, это прямо-таки моя боль. Это румяна Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Нельзя сказать, что мне очень нравились эти румяна. Нет. Они мне, еще когда они были целые, не очень нравились. Но в один день случилась неприятность, они у меня упали и разбились. Я, как видите, их потом, как могла, спрессовала. Получилось у меня это, откровенно говоря, паршиво. И можно ими все еще пользоваться, никаких проблем нет. Но мне не хочется ими пользоваться. Они уже выглядят некрасиво, они уже совершенно не такие. У меня рука к ним вообще не тянется. И раз она не тянется, то какой смысл хранить у себя это средство. Кому-то его продавать или же отдавать я не вижу смысла. Сами понимаете, что после того, как они разбились, выглядит это все дело не самым лучшим образом. Поэтому придется от них просто избавиться. А теперь давайте переходить к пустым баночкам. И сначала я вам покажу свои SPF, которые у меня буквально недавно закончились. И если вам кажется странным то, что в марте я показываю SPF, то нет ничего странного. Просто мы с мужем недавно были на море. И все четыре упаковки мы там и прикончили. Очень понравился вот этот SPF. Прям советую сейчас сделать скрин или же запоминать. Единственный его минус – это объем. Здесь всего 150 миллилитров. И он быстро заканчивается. Во всем остальном к нему претензий нет никаких. Этот SPF идет с распылителем. Его удобно наносить. Он совершенно не жирный. Он быстро впитывается. Он не оставляет липкость, не оставляет жирность, не оставляет маслянистость. И при этом он еще с SPF 50 он хорошо защищает. Я с ним не обгорела. Он ощущался приятно на теле. И потому я от него в полном восторге могу рекомендовать на все 100%. Второй достаточно хороший SPF, который я беру, наверное, в каждую поездку на море, это вот такой вот Garnier эксперт-защита для детей SPF 50. Да, я тот самый человек, который любит брать SPF для детей и использовать его на себя. Мне почему-то кажется, что для детей такие вещи делают более безопасными, как-то для них больше стараются, поэтому я беру вот такую защиту. Тоже хорошо работает. У него уже более маслянистая текстура, но при этом все еще легкая. Нету к нему никаких претензий в том плане, что он не оставляет пленку. Потом после него можно спокойно одеть одежду и не беспокоиться о том, что она будет какой-то испачканной, жирной. В общем, вполне хороший SPF и хватает его надолго. А вот с последними двумя с ними все чуть-чуть сложнее. Это у меня был набор, в него еще входит третье средство после загара. Вот эта вот побольше упаковка, это SPF 30 для тела. Вот это SPF 50 для лица. SPF для тела мне понравился гораздо больше. Здесь была консистенция крема. Тоже он вполне неплохой, не оставлял жирности, липкости. Но не могу сказать, что он мне как-то прям сильно понравился. То есть предыдущие два средства, на мой взгляд, работают лучше. А вот это средство для лица, оно такое сомнительное. Единственное, что хорошо делал этот SPF, это хорошо защищал. Лицо у меня не сгорело. Все остальное мне не понравилось, потому что у него очень жирная, неприятная, маслянистая текстура. На пальцах вы как будто бы трогаете жирное масло. Потом вы его же переносите на лицо. К лицу докасаться прям неприятно после использования этого SPF. И еще у меня очень нехило забилась от него кожа. Потом вся пошла воспалениями, что тоже, согласитесь, не очень приятно. В общем, этот SPF я не советую. Дальше покажу два средства от бренда Giltek. Во-первых, закончился вот такой вот тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера. Этот тоник мне понравился. Он не вызывал раздражение у меня, никакую аллергию. Был максимально простым, базовым и рабочим. Вполне вероятно, что куплю еще раз. И второе средство, что закончилось, это вот такая сыворотка с витамином С. Вот ее я советую на все 100%. Ее я уже закинула в виш-лист и куплю еще раз попозже, когда закончу одну из своих текущих сывороток. Она такая, как типичная сыворотка с витамином С. Она была такого желтовато-оранжевого цвета. Она быстро впитывалась, не оставляла липкость. Кожа потом после нее выглядела такой сияющей, здоровой. Мне понравилось по ощущениям. Больше ничего особенного про нее сказать не могу, кроме того, что я действительно повторю эту покупку. Дальше закончился очередной отшелушивающий тоник от бренда Evelyn. Я его показываю в каждых пустых баночках, поэтому, наверное, даже не буду повторять. Сейчас про его свойства. Просто мой любимейший кислотный тоник, который помогает мне бороться с воспалениями. Без него никуда. Каждый раз хотя бы одна упаковка этого средства, но у меня имеется. Далее закончила я вот такую миниатюрку от бренда Clavo. Это умывалка. И, кстати, точно такое же средство я закончила в полноразмерной версии. Но, к сожалению, у него сломалась крышечка, и я его выкинула, так и не оставив ту упаковку до пустых банок. Но, в общем, имеем в виду, что закончила и миниатюру, и полноразмерное средство. Мне понравилась эта вещь. Она немножечко, наверное, будет жестковата для сухой кожи, поэтому я ее могу рекомендовать только для кожи нормальной, комбинированной или же для жирной. Хорошо очищала. И достаточно всего маленькой горошинки, чтобы полностью очистить лицо. Это средство очень долго у меня не заканчивалось. Особенно вот эта миниатюрка. Я ее, наверное, два года возила в разные поездки. И так она у меня вот только недавно закончилась. В общем, какое-то неубиваемое, очень долго используемое средство. В общем-то, мне понравилось. Пока что не буду приобретать новую такую умывалку, потому что буду встал от нее за долгие годы. Но она хорошая. Следующее средство – это средство из разряда «Слава Богу, ты закончился». Наконец-то, наконец-то это средство покинет меня. Это эссенция от бренда Misha Time Revolution. Я ее, по-моему, приобретала сама. Мне никто ее не присылал на обзор. И я ее приобретала как эссенцию, которую тогда все расхваливали. Говорили, что она супер, что она делает с кожей что-то невероятное. Но на мне это не было супер, и на мне это не было невероятно. На мне не было буквально ничего. В общем, каким-то образом я ее добила, и я счастлива, что наконец-то она меня покидает, потому что для меня это средство совершенно бесполезное. Кстати, обратите внимание вот на крышку, как она выглядит спустя достаточно продолжительный период использования. Очень некрасиво, при том, что средство не является бюджетным от слова совсем. Далее закончились два крема. Во-первых, это Evelyn Rich Coconut. Я его добила таки до конца. Мне его присылали когда-то давно на обзор. Бренд Evelyn. И, в общем-то, крем был неплохой. Единственное, что мне в нем не очень нравилось, это запах кокоса, потому что я не люблю запах кокоса в косметике. Но он не был навязчивым, и он долго не преследовал после нанесения этого крема, а потому я его без каких-либо проблем добила до конца. Крем неплохой, но приобретать я его не буду. Второй крем, что добила, это крем от бренда Misha Super Aqua. Это была серия с гиалуроновой кислотой, нацеленная на прям активное такое увлажнение. Честно скажу, у меня от этого крема, в конце концов, было увлажнение маловато. Я его использовала летом, использовала зимой. Как видите, добила до конца, потому что он неплохой. Он хорошо сочетался с любыми другими средствами уходовыми в моей системе ухода. Но второй раз я его повторять не стану. Далее закончился у меня вот такой гель для душа. Я вам про него уже один раз рассказывала. Этот гель выглядит максимально неказистым. Какой-то он, знаете, он дорогой. У него консистенция крема. То есть он не пенится. Он странненько пахнет. Он очень активно расходуется. То есть у него расход больше, чем у обычного какого-то геля для душа. Но я купила это средство во второй раз. У меня уже стоит новая банка. Потому что это одно из немногих средств, которое не сушит мне кожу тела. Все другие гели мне сушат. Поэтому, когда ты находишь такое средство, после которого тебе не нужно использовать крем для тела, после которого у тебя кожа не как наждачная бумага, это, конечно, особо ценная находка. Поэтому, скрипя сердцем, скрипя всем тем, что мне не нравится от него ощущение во время использования, я его все же во второй раз приобрела. Потому что эффект на коже действительно хороший. По крайней мере, для моей достаточно специфичной кожи. Говоря о средствах для тела, покажу еще одно средство, что закончилось. Ну, или же почти закончилось. Там, на самом деле, еще немножечко осталось. Это Brazilian Bam Bam Cream от бренда Salt De Janeiro. Думаю, все знают эти баночки. Все, на самом деле, хвалят запах этого крема. Он многих сводит с ума. Но я это средство выбрасываю так до конца и не допользовав. Вон там еще чуть-чуть осталось. Потому что, не знаю, я терпеть не могу этот запах. Меня он душит, мне он не нравится. И какое-то время я пыталась им пользоваться, пыталась его добить до конца, а в итоге плюнула, потому что, ну, зачем себя мучить, если мне не нравится. Вот. Поэтому эта миниатюра тоже отправляется в мусор. И последнее, что закончилось, это два вот таких шампуня. Честно говоря, ни один из них мне особо не понравился, ни один из них не делал что-то с моими волосами особенное, что я могла бы особо похвалить или же свойства этого шампуня выделить. Второй раз приобретать не буду. Хотя, кстати, вот этот шампунь я уже когда-то приобретала. Но не могу сказать, что они стоят своей покупки. На моих волосах вообще-то все шампуни работают плюс-минус одинаково. И ничего особенного они там не делают. Ну что ж, это все. Буду заканчивать это видео. Большое спасибо всем за просмотр. Если оно вам показалось интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.